Всем огромный привет! Икея, ковры. Масштаб, что мы сегодня рассматривать. Всё, не всё, не знаю. Ну что, захватим. На первый взгляд, новинок не так много. Хотя слова новинка всё чаще-чаще мелькают. Самар. Ковёр. Короткий ворс, по 3000. 75 на 150. Яркий такой орнамент. Он, интересно, да, он... А нет, зачем мне забыть противоскользящего? Мы сами прорезиненную основу сделали и приклеили эту надпись. Тонкий. Безворсовый. Как тут написано? Короткий ворс? Ну, не знаю, не знаю. Он супер-микро-короткий вообще. По крайней мере, вот смотрите. Рядом представлен ковёр короткий ворс. Вот здесь короткий ворс. И здесь необходимо, да, если... Есть такая необходимость, что ковёр будет скользить, а не скользящую подстилку. В данном случае этого точно не требуется. Новинки. Небольшие ковры 60 на 90. Вот буквально ковром-то такое даже не назовёшь. По 700 рублей. Тут три цвета. Жёлтый, бирюзовый и зелёный. Все они рядом, все можно рассмотреть. Вот этот уголок не так часто заглядываешь. Вот тоже старая серия, которая была зимой. Тоже здесь прорезиненная основа. Мягкий. 1375 на 150. 2200 идёт тоже. Какой ковёр в Альберутом. Короткий ворс. Но тоже он достаточно плотный. И приятный. Здесь, да, нет прорезиненной основы. В общем, обычный такой ковёр. Аду из видео-видео про ковры он у меня фигурирует. 2000. Очень интересный экземпляр. Посмотрите на него, бывает туда реально интересные скидки. Ковёр, короткий ворс. Это как половик, который легко стирается. Который прям зовёт, говорит, возьмите меня на дачу летом. Это просто, скажу слово, подстилка. То есть вот такой вариант. Состав у него полипропилен. С двух сторон одно и то же. 700 рублей 75 на 150. Знаете, вообще, вот с собой взять там или на пляж, чтобы там по камням не ходить или что-то так бросить. Типа, ну, короче, явно что-то летнее. Но никак не в комнату. Короткий ворс. Разноцветный. 60 на 90. Это 700 рублей. Так. Тоже серия зимняя. Адум Мару. Тут больше как половики, наверное. 5000 безворсовый экземпляр. Скорее всего, это ещё и сделан вручную. Да? Нет? Шерсть натуральная. Ковёр безворсовый. Натуральная чистая шерсть. Хлопок. Сейчас всё-таки изделия пишут, что своими руками с пленду почему-то нет такого. Тоже безворсовый. Бельберг 600 рублей. Новинка, новинка. Плетённые экземпляры. Двигаемся. Натуральная, натуральная. 2500, бежевый. Такой он мягкий. Снова. Какая толщина. 80 на 150. Очень мягкий. Просто нежность. Теперь цена ниже. Вот это точно новинка. Ещё таких узлов нам тут не предлагали. Ипскер 7000. Белый и бежевый. Заканчивается. Всё. 700 рублей. Иван Кстер. Всё внизу в полиэтилене скручено. Всё легко. Можно с собой внести. Большие размеры всегда лежат уже, когда мы уходим. То есть на складе. Как обычно слово вылетит. И прилетит, когда не надо. Ковёр безворсовый. Ковёр безворсовый. Сделан из хлопка. В простонародье. Половик. 700 рублей. Половик я сейчас имею в виду не как-то нарицательное, ругательное. Просто у нас чаще всего такое воспринимается именно как половики. Следующий безворсовый. 500 рублей. 60 на 90. Лангстед. Всё, они такие плотные, тугие. 700 рублей. 60 на 90. Цвет бежевый. Красиво падает свет. Да. Вот такой ковёр мы приобрели. Самый большой размер. Две штуки. Не нарадуемся. Ходить комфортно. Убирать очень комфортно. Несмотря на то, что, кажется, здесь такие запутанные ворсинки. Всё с ним замечательно. Всё легко. Вот на складе выбираем. Запоминаем. Покупаем. Маленький берём здесь. Соответственно, у нас маленький, большой размер. У нас он не есть. Мы антискользящую подстилку не брали. Если вам нужно, покупайте отдельно. Хотя это тоже такой продукт, товар в Икеа, который просто ещё один затратный пункт. Вообще, эти ковры классные. У них ещё должны быть другие оттенки. Сейчас, может, доберёмся в этом видео. Может, и не доберёмся. Вот эта подстилка. 189 рублей 200 сантиметров. Главное, чтобы она сама отдельно не скользила, и ковёр отдельно не скользил. В общем, стопори вот они. Висит за 3000. Новинка. Бежевый, нежный, мягкий. Только что мы с вами смотрели. Размер 60 на 90. Здесь 133 на 195. Берём тут же плотно набитый короткий ворс. Одум большого размера 4000. Без ворсовой ковры. Хочу подойти к этому яркому уголочку. Такие зоны делают яркие не только вот здесь, где ковры, но и где мебель, где потом подсвечники. Дросаются в глаза. Сразу хочется рассмотреть все эти вот яркие аксессуары. Так, к примеру, красный ковёр 3000. Новинка написана. Лангстед. Он сегодня просто звезда. 133 на 195. Какая толщина. Цвет, конечно, классный. Симистед. 10. 200 на 200. Белый, красный. Гармонирует, скажи. Так, подушки. Чехол на подушку 349. Новинка. Это точно новинка. Горли. Это не новинка. Горли мы с вами знаем. Как они тоже, смотрите, лежат. Тут. И на этом стенде. Следующие. А вот и другой. А, нет. Другой ковёр. Где же вот то, что я вам показывала, которое мы приобрели? В то время, когда мы покупали, именно те ковры висели везде. Сегодня это лангстед. А в те дни название я сейчас не выговорю. А, вот, кстати, зелёный, что я не выговорю-то. Вот они. Просто тогда были именно все бежевый, светлый, зелёный, голубой. Вот они, да. Вот такой зелёный. Жёлтый, песочный. Да, вот тоже он. С 33 на 180, 1700. Девезда сегодняшних ковров. С 33 на 195. Ну, конечно, он хватнее набит. Тут видно даже разницу невооружённым взглядом. Так, если сравнить. За 3000 жена предлагает очередной половичок на складе взять. А, хотя и тут его тоже положили. Не всегда заканчиваю видео про ковры дорогущими коврами, которые может красиво обыграть либо истинный эстет, который понимает всю суть, либо дизайнер, у которого вписывается данный ковер отлично. Его дизайн. 43 тысячи данный экземпляр. 150 на 300. И 100 тысяч. Вот такой. 150 на 200. 100% шерсть. Даже тут красиво. Ну всё, на этом мы заканчиваем. Конечно, мы все с вами ковры не рассмотрели. Но у нас ещё всё впереди. Желаю вам приятного просмотра. Ещё обязательно увидимся. До новых встреч. И пока-пока.